Начните с www.cubi.pl на 91 языке в главе TS001. Турбулентность и близость дискарта с Рене Дискартес жил с 1596 по 1650 годы, давным-давно. И он нам нужен здесь, поэтому мы на мгновение оживим его из забвения. Этот обманщик Декарт выступил против схоластов, провозгласивших, что планеты движутся в вакуумы. Согласно Декарту, пространство заполнено вездесущей субстанцией, которую он назвал пленумом. Это вещество состоит из миниатюрных частиц, которые, воздействуя друг на друга, вызывают центробежные движения друг друга и, таким образом, вращаются друг вокруг друга, создавая вихри и сродство с вихрями. В результате взаимных вихрей и центробежных сил в результате этих взаимодействий образуются планеты, Солнце и все остальное, небесные тела. Он опубликовал свою книгу «Принципия философия» в Амстердаме в 1656 году. Это было давно, и он уже знал, как изобрести такую, потому что эти планеты должны были плавать в чем-то, чтобы их взаимные контакты могли иметь информационный и реакционный поток. Какой был пленум, масса или материя или магнетизм? А может порыв ветра? Согласно этой теории, следует предположить, что вся небесная материя вращается в виде большого вихря, в центре которого находится Солнце. Как и в случае с образованием течений в реках, можно наблюдать, как отдельные травинки текут вместе с рекой, в то время как другие вращаются вокруг своего центра, и чем быстрее они вращаются, тем ближе они к центру. Таким образом, согласно Декарту в его «Принципах философии», можно легко представить себе формирование и движение планет. Природа безграничности такова, что каждая вещь имеет свой собственный вихрь, и в этом вихре Уокер, когда он поворачивает вихрь в исходную точку, видит, как будто пространство искривлено, все вокруг, проникая через центр этого вихря. Вихрь, выходя из него, оглядываясь назад. Также глаз видит юг и север одновременно, закрывая свой собственный вихрь. Точно так же поверхность Земли бесконечно и безгранично. Свиденборг Эммануэль Свиденборг жил с 1688 по 1772 год. На его теорию образования Солнечной системы сильно повлиял Декарта. Опера, философия и минералы, изданная в 1734 году в Дрездене. Мельчайшими частицами он считал точки, которые, стремясь к движению, закручивали друг друга по спирали и, таким образом, образовывали первичные структуры. Он назвал их первыми или обычными конечными. Затем он считал, что, получив доступ к проокеанскому магнитному элементу, из солнечной празупы образовался Декартов вихрь, и в нем образовалась финито четвертого порядка. Они образовали своего рода корку вокруг этого солнечного вихря. Свиденборг отождествил этот водоворот с древним словом «хаос». Корка вздувается и набухает, пока в конце концов не расколется и не расколется на куски, образуя экваториальный пояс. Высвободившаяся материя затем формируется на уровне зодиака в виде сфер. Они снова, как саморазвивающиеся планеты и спутники, вращаются вокруг Солнца. Затем приток внешней материи вызывает построение полноценной планетной системы. Таким образом, теория Свиденборга приближается к концепциям, сформулированным позднее в XVIII веке Буфоном, Кантом и Лапласом. Бизант и Литбиттер в 1895 году, после Рождества Христова, Теософ и Ани Бизант и Чарльз Литбиттер начали работу над десятилетней серией экспериментов. Используя техники медитации, они пытались проникнуть внутрь материи, глубоко на микроуровне. Они предположили, что материя проявляется в семи состояниях, совокупности, понимаемые, среди прочего, как эфирная, надэфирная, субатомная, атомная. Это именно то, чего они могут достичь и проникнуть через медитацию. Гипотеза Ньютона о том, что атомы являются постоянными, неделимыми и непроницаемыми творениями, долгое время оставалась неизменной. Однако уже в 1895 году, после Рождества Христова, предполагалось, что эти существа снова состояли из более мелких электрически заряженных частиц, то есть электронов. Во вращающихся атомах водорода, на которые они нацелились, они обнаружили более мелкие частицы, где появлялись точки света. Так называемые субатомные или гиперметапротоэлементы. Эти мельчайшие частицы состоят из каждой из десяти взаимопроникающих спиралей, или вихрей, составляющих структуру в форме сердца. Эти частицы сформированы в структуры или проростки. Бизант и Литбитер выделили в общей сложности семь геометрически основных форм этих почек. Они описали это в книге «Окультная химия» в 1908 году. Таким образом, женских ремешков еще не существовало, но генерал Тарик уже надел их и использовал в соответствии с их функциями. Да вознаградит вас бог в толстых детях. Города рухнут, а земля останется. Начните с www.cubi.pl на 91 языке в главе TS-001.